В Николаеве близится к концу судебный процесс по делу одной из самых опасных преступных группировок образца 90-х. Речь идет о банде Мариенчука. Главному фигуранту грозит пожизненное. В СИЗО он уже 14 лет. Подробнее Андрей Анастасов. Заседание апелляционного суда Николаевской области. Процесс закрыт. На скамье подсудимых 21 человек. По данным следствия, все члены одной банды. Главарь Василий Мариенчук. Банда якобы действовала 12 лет, начиная с 90-х. Мариенчука сдали подельники. Адвокат Мариенчука Татьяна Монтян говорит о полной невиновности подзащитного подельника. А говорили его, чтобы смягчить себе приговор. В 99-м Василия Мариенчука экстрадировали из Венгрии. Но тогда это были совсем другие обвинения, а не те, которые сейчас предъявляют. А значит, говорит защитник, не имеют права содержать подстражей уже 14 лет. Обвинения в убийстве, которые ее клиент якобы организовал из СИЗО, считает абсурдными. В то же время пресса называет Мариенчука главарем самой опасной банды последних лет, на счету которой убийство бизнесменов, политиков, судей и общественных деятелей. Одно из самых громких преступлений, которые связывают с бандой Мариенчука, убийство журналиста Бориса Деревянко, главного редактора газеты «Вечерняя Одесса», застрелили на этом месте в августе 97-го года, как раз в тот момент, когда он направлялся на работу. Коллеги погибшего журналиста не верят в объективное расследование, мол, исполнителей, возможно, и нашли, а вот дальше идти побоялись. Да, они должны быть наказаны, но в нашем случае, в случае с Деревянко, убийство заказное, значит, существуют заказчики, естественно, остается главным вопросом, кто. Судьи в Николаеве уже начали заслушивать адвокатов подсудимых, дебаты продлятся несколько недель, и только после этого вынесут приговор. Андрей Анастасов, Максим Урлапов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер.